Так, ну Значит, ну, доклад этот, как там, долгий, я к этой теме подбирался Все, руки не доходили Ну вот в этом году я, уже переехав в Киров, в Вятском государственном университете Читал курс по интернет-технологиям И вот там немножко задел этот вопрос в виде масс-эмэля Но как-то масс-эмэль меня не вдохновил И вот по результатам, наверное, этого все-таки курса возник этот доклад Значит, какие проблемы возникают при оформлении математических сайтов Ну, наверное, не только математических, скажем так, сайтов, связанных с математикой С расчетами, с инженерными какими-то вещами Это большое количество формул, которые надо хорошо бы визуально оформлять На них часто встречаются графики И хорошо бы на современном этапе проводить расчеты Но с расчетами, наверное, в чем-то проще Потому что на сегодняшний день Ява Скрип какие-то не очень сложные расчеты Позволяют программировать все-таки это полноценный язык Остается вопрос, хотя он чисто статический, но технически он не совсем тривиален Это отображение формул и изображение графиков на сайте Какие возможные решения этой проблемы? Ну, на мой взгляд, формулы можно оформлять следующими способами Это использовать классический масс-эмэль Использовать картинки, на которых будут хорошие формулы И использование латеха посредством Ява Скрипта Ну и первый вопрос, это использование масс-эмэль Какие проблемы сразу в масс-эмэль? Ну, вот, хотелось бы на сайте получать что-то такое Это я рисовал в LibreOffice Или вот такое А это в технике Хотелось бы что-нибудь подобное иметь на сайте Красиво было бы Первый вопрос, использование масс-эмэля Конечно, можно писать на голом масс-эмэле Руками Все эти скобочки рисовать Развлечение не для... Ну, долгое, не для солбонервных Дальше Главная, на мой взгляд, проблема масс-эмэля даже не в этом Дело в том, что полноценно он на сегодняшний день поддерживается Firefox И... Ну, не... На хроме, не то, что написано на хроме Ну, не всеми, скажем так Не то, что я очень люблю один браузер одной компании Но он часто используется Что? Хром, что ли? Нет, не хром, я не о гугле Что? И опера часто используется Ну, и не очень будет хорошо Что если народ зайдет на сайт С помощью вот этого опера И этого вот какого-то там звериного браузера А опера тоже это дело не поддерживает А чем она может поддерживать? Только они перешли на... Нет, по-моему, там нету масс-эмэля Ну, по крайней мере, в лоб оно... Может, что-то доставлять надо? В лоб оно... Я сейчас покажу, как оно красиво получается Значит, первый подход мне руками к масс-эмэля Пишем в LibreOffice Mass Красиво, все очень хорошо Все привыкли, все красиво Ну, это внешний вид, мы LibreOffice Mass Для тех, кто может... Ну, в общем, студенческий слайд Для студентов был слайд Значит, внизу код в MassML Ой, извините, не в MassML В массовском представлении В чем-то похожем на теховое, но не совсем теховое Визуальное представление и панельки Можно сохранить в двух форматах В классическом формате его родном И есть конвертация в MassML Есть такое вот расширение Вот тут мы с моим соавтором не сошлись во мнении FireMass На мой взгляд, писать в нем, ну, вообще говоря, невозможно Потому что если бы каждую буковку щелкать И циферку на панели, это как-то немножко устаешь Вот Но, в принципе, теоретически можно набрать преимущества Он сохраняет... Во-первых, это расширение Firefox Расширяет в MassML И сохраняет в графических форматах Сразу, когда мы будем говорить о графических форматах То можно вспомнить и FireMass Какие же преимущества у подобных решений? В LibreOffice Mass удобно набирать Всем известный инфейс Можно сохранять в двух форматах Но, если мы реально попробуем верстать с помощью LibreOffice Mass То, конечно, переключаться каждый раз Сохранять в одном формате Потом открывать в другом Ну, развлечение... Ну, не совсем удобно Ну, и гранным образом те же проблемы, которые есть в MassML Мы никуда от них не ушли Но Подобное решение представляет Mozilla Siamank В виде своего веб-редактора Там можно вставить Mass И причем вставить Mass очень интересно Мне, по крайней мере, очень понравилось Мы вставляем код Латеховский Он его сам Это же уже редактор Он его отправляет в HTML Он преобразует в HTML-код в виде MassML-файла Вместо MassML-фрагмента Мы никуда не переключаемся Все красиво Причем там есть два режима вставки Вставка формулы на отдельной строке Вставка в встроенной формулы И, в общем-то, если бы не две проблемы Сам MassML и все-таки очень объемный код То, в общем-то, на мой взгляд, если использовать MassML То вот это вот наиболее интересное решение Я не настаиваю, но вот это вот мне так кажется Возможно, есть подобные решения еще На тех же принципах построены Ну вот это вот Не знаю, что видно Картинку я попытался Это так отображается Это же Это уравнение Ну это у нас было, наверное, файл все-таки Загрузить А вот это вот мы, если откроем, это же В опере и интернет-эксплорере Вот это такое счастье будет Нет, ну формул нет Формул мы не увидим То есть проблемы MassML остались Никуда мы от них не делись Ну, наверное, не Google и Chrome А все-таки все, что на Chrome у меня сделано Второе решение проблемы с формулами Это создание рисунка С формулами Ну я тут несколько приложений рассмотрел Расширение у Chrome есть такое Accuation Editor У Google, чисто Google приложения онлайн Tech Accuation Даже у одной операционной системы Она довольно новая Появился формула Tech О нем я тоже поговорю Дальше Целая группа встроенных онлайн-редакторов Которые Мы поговорим о них Которые делают примерно следующее Мы рисуем Или вводим в латехи И генерируется Генерируется рисунок На разных Где угодно Разные Разные проекты по-разному Есть такой интересный сайт MassML URL Можно конечно использовать вещи Типа Вольфрам Альфа Эсма Студио онлайновые Ну тоже на любителя И есть такое маленькое Старое Перловое приложение Tech2GIF Которое генерирует PNG-GIF Ну сначала мы о всех этих Больших и сложных проектах Поговорим Итак Решение Которое предлагает Google Одно из решений Которое предлагает Google В своем Редакторе Это онлайн Текстовый Редактор формулы Извините В котором можно набирать формулу Править ее в латехи И Что? Ну я же говорю Что гугловское приложение Я же по-честному вам показываю Что это гугловское приложение И в PNG он его сохраняет Нет, без рекламы Дальше Следующее TechEquation Editor Тоже Но это уже не расширение Это онлайновое Гугловское приложение Можно рисовать формулу С подсказками Сохраняет в виде В двух форматах Опять Мы имеем Код в латехи И имеем PNG-файл На него можно просто зайти Вот у него адрес есть такой Там есть визуальный редактор формулы Регенерация латехфайла Кода Генерирует ссылку на PNG-файл Которая является ссылкой в сети И этот PNG-файл можно загрузить Ну и то, о чем вы меня пинали Про рекламу В общем, это от гугла мы зависим Но он же есть, это приложение Я же должен рассказать О, вот, вот еще какое есть Вот такое у Microsoft У Microsoft есть приложение В магазине Бесплатное В нем можно набирать латеховский код Но есть одна проблема Ну он какой-то Своеобразный Не совсем теховский Ну, наверное, как у все У этой компании Все-таки свое они не привносят Тот же C у них не совсем C А C Microsoft Ну и здесь то же самое Реальные проблемы Многостраничные формулы поддерживаются Ну, по крайней мере, я их нормально набрать не смог Многострочные формулы Ну, я же исправился Сразу наехал Многострочные формулы Я их нормально набрать не смог То есть они то набираются, то нет Ну, не очень все мне там не понравилось И, ну, и идея в следующем Рисует изображение в гуфе Следующая группа приложений Предназначенных для этого же самого Группа онлайн-редакторов формул Их, ну, я четыре привел Но их можно найти больше Но я подозреваю, что они все разлиты с одного места То есть все в одном месте Код где-то сделан в одном месте Потому что они уже очень все похожи Вот остановлюсь на вот этом вот приложении На этом вот адресе Отличие его принципиальное в том Что кроме редактора формул Регенерации графического файла Генерируется HTML-код То есть вы набираете, видите визуально Верно, выбирать можно с помощью значков Математических для тех, кто тех не знает совсем И мы внизу видим HTML-код Вроде бы все неплохо Еще одно решение В МАЗ-урр-ком из той же серии Но принципиальное решение в следующем Что генерируется рисунок в сети То есть адрес в сети Вот, но есть проблемы Ну, по-моему, он очень популярен Среди математиков-физиков И сайт, ну, реально перегружен Реально подвисает очень часто И ждать можно долго Ну, картинку потом можно вставить Ну И такая вот утилитка есть Огромная С килобайт Может чуть меньше Может чуть больше Вот такая новая Последняя версия 2003-го года Но работает как часы Вот это вот все, что народом написано в последние годы Можно вот сравнить с возможностями вот этой вот маленькой утилитки Я, к сожалению, не знаю, как Perl запускать Windows В смысле, сходу он, по-моему, не запускается Там что-то ставить надо Но у нас этой проблемы нет Утилита запускается просто сразу Параметры Вид текстового файла И качество картинки Все И вот мы получаем картинку Больше ничего не надо Можно было про предыдущие несколько проектов не рассказывать Вот это все равно Не нужен? А, вообще, может, нужен Нужен, да? А, подожди Вы не поверите Ой, точно Я не подумал Действительно, он у меня просто всегда установлен Я как-то забыл об этом Почему? Нет, нет, нет Там идея этой штуки На 14-м я прославленную рекомендущию Еще один интерес, она называется Хала-Техо-Формула Это КДЕ-шный интерфейс Внутри программа КДЕ, которая делает то же самое Ты набираешь формулу в окошке, она тут же тебе рисует картинку Это удобно тем, что ты, как бы, обратная связь Ты видишь, такой Это не совсем визит То есть ты набираешь формулу Но ты набираешь настоящий молодец Я надеюсь, как настоящий лазер Это называется визивим Визивим Да, да, да Визивим Если бы, хотелось бы латеховскую формулу просто набирать Вот такое дурное желание Ничего больше не делать Берем, верстаем страничку И там набираем латеховскую формулу Есть несколько библиотек Первая GS Mass Ее адрес Там есть страничка с примерами Качаем ее куда-нибудь Где вам надо Подгружаем ее И пишем формулу латехи Все Больше ничего не надо Обращаю ваше внимание Что выдают Одна мотина Почему она выдает То есть Она не Не будет видна Она видна В фарфоксе все видно Нет, она не выдает Масс Ну вот Такое Вот она умеет делать Картинки Ну то есть Это тех Можно формулу отдельно Встраивать Можно формулу На отдельной стороне Но вот у всех этих решений Как у графических Так и у явных скриптов Надо в общем-то Читать особенности С синтаксиса Потому что Хоть это и латех Но реализация У каждого Немножко своя Ну уже упомянутая Здесь библиотека Masyax Или Jax Не знаю Вот То же самое Но здесь два подхода Вы можете Использовать библиотеку На сайте Не затягивая ее к себе Можете затянуть ее к себе Вот Она здоровая Большая С ней надо разбираться Очень много В всех возможностях Потому что Простейшей формулы Конечно Больших проблем нету Но реально Там очень большая Библиотека И Ну вот получается Что-то вот Такого стиля Можно все Красиво делать Тут еще что-то Я свою систему Перерисовал Google Опять про Google У него есть поддержка В чарте Поддержка формул Синтаксис следующий Просто вставляем Латеховскую формулу Получаем изображение Его можно вставлять В ваш сайт Но не забываем Что мы Лезем туда И будет По-моему Официальной поддержки Там уже нет Оно работает По-моему Официальной у них поддержки Уже этого проекта Они в любой момент Вытащили И сказать Нам не понравилось Да Ну так это В любом Подобном проекте Нет Ну у них не только это Они просто дают картинку Там вообще Они Просто идет Генерация картинки Так Ну вот На мой взгляд Вот эти все-таки Хоть Не всем Вот эти вот Два решения GS-MAS И JAKS Или JAKS Не знаю Как произносить Более Интересны С точки зрения Использования В HTML-коде Форма Следующий вопрос Вопрос Графика Опять Но каждую Каждую картинку Это программа Но про библиотеки Сейчас поговорим Которые есть Но вот есть Холст Ну вот уже Я собирался На этом Практически заканчивать Но дня за три До Отъезда Я Открыл для себя Вот такой вот Онлайновый Проект Граф Он По-моему Это физики писали Он Представляет Из себя Онлайновый Генератор Изображений При вводе Формулы С параметрами То есть Там свой язык Рисования Графиков То есть В самом простейшем Случае Вы просто Вводите К обращению На этот сайт График Но он рисует Вам синус Косинус Он как в первом Что? Да Это опять Но если вы рисуете На своем сайте Ваш тайм олипиад То никто не лежит Что? Нет Я имею ввиду Вообще Я же не спорю с этим Я же не спорю с тем Что это не единственный проект Графиками Ну и там И задача Не такая тривиальная Как изображение Формул Изображение графиков Ну картинки Потом он так и генерирует Ну в общем-то все Что я хотел сказать Попробую я это включить Вот Завтра Не знаю Расписание В спецкурс Для Магистров Современной интернет-технологии Тему разработки Математических сайтов Посмотрим Что это Получится Более широко В следующем году Просто курс интернет-технологии Хотелось бы Чего-то написать Про это Но это все Пока проект Вот на мой взгляд На сегодняшний день Все-таки Проблему Изображения формул Она все-таки решена То есть Есть средства Которые позволяют На каждом сайте Это делать Какое выбирать Наверное Все-таки каждому Но на мой взгляд Все-таки Предпочтение Латеховским Фора Латеховскому Синцексу С Яваскриптов С любит Библиотеками Конечно Этих библиотек Намного больше Ну вот собственно Все что я хотел сказать Спасибо Спасибо Вопросы пожалуйста Да Очень краткий Комментарь Дополнения Потом Закончил вопрос Мне тематика Очень близка Я этим занимаюсь Ну не графиками С графиками Компания вообще нет Ну как вам Могрения она Вы тоже сказали Я согласен А в плане библиотек Можжаться Безусловно По моему Сейчас я совершенно Обозначу С ним вовсе не сложно Хотя это действительно Не полный Могрения Но очень Близкий Полный А вопрос Могрения такой Многое из того Что я сейчас Сказал Вы с этим В процессе Приводоклада Соглашались Вот вы Со всем Обещать согласны Или что Это все-таки У вас есть Из того Что я в скрипке Я по-моему сказал Что я в скрипке Сла тех Об это лучшее решение Иначе с того Что я считаю Что не надо Засыпиваться Кроме на бед Представлений А иметь Универсальные средства Ну так лотех Является универсальным Представлением Да Но его Вставлять тогда Ну да Зачем его вставлять Типа на литр Пример Макгамон И там что-то еще Понимаете Что математика Это обязательно лотех Второе мое утверждение Ну так я с этим Не спорю Что математика А вставлять Наверное все-таки Если говорить Не о веб-представлении То мы не можем Сказать Где это Не можем даже Предсказать Где это кому понадобится Лотех да Во что оставлять лотех Ни во что Лотех и есть Средства Нет Это чисто математика Он и есть текст Ответ на ваш А нет Правильный ответ Нет Тогда вы знаете Сразу правильный ответ Почему мы не получим Сайты Если только лотех Ну некрасиво Из чистого лотеха Получается Покупается Наши манеры А Все 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 У меня будут ответы На все вопросы На своем накладе Если вы не выписываете Там синий камер Спасибо Спасибо Пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому